Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. В Международном союзе конькоберцев назвали музыку 21 века, темой ритм танца на сезон 2025-2026. Да, мы решили не тянуть и сразу объявили тему на сезон 2025-2026, музыка 21 века. Всё, что слушали и подо что танцевали с 2000 по 2026 год, почти три десятилетия. Мы пока не расписывали подробно технические требования, но спортсмены и тренеры уже могут думать на тем, с чем поедут на Олимпиаду. Олимпийский сезон – наш шанс привлечь больше внимания к танцам. Поэтому мы и решили поиграть с современной музыкой, так будет легче вовлечь новых зрителей в наш вид спорта. А песни из сегодняшних хит-парадов позволят зацепить и более молодую аудиторию. Представьте программу, которая поставлена под миксы с песен Тейлор Свифт. Её будут смотреть даже те, кто никогда не следил за танцами на льду. Конечно, мы не забываем, что это спорт. Уровни и элементы не теряют важности. Мы просто хотим сделать танцы на льду более современными, сообщил глава технического комитета ИСУ по танцам на льду Шон Редстадт. Тренер Денис Самохин заявил о большом прогрессе дуэта Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Фигуристы выступают в танцах на льду, они образовали дуэт в начале 2023 года. Подготовка идёт по плану, всё поставлено, накатывают программы. Готовимся к прокатам. Сейчас уже переходим к большим нагрузкам, к собиранию программ. Они практически скатались. На это время не больше нужно, конечно, чувствовать друг друга, скорости добавили. В этом году более сложные программы будут по постановкам, по восприятию этих программ ими. Они довольно большой прогресс сделали для себя за год с лишним катанием вместе. Будем стараться бороться за самые высокие места, рассказал Самохин. Напомню, в прошедшем сезоне Хавронина и Нарижный стали бронзовыми призёрами чемпионата России и спартакиады. Тренер Виктория Буцаева рассказала о подготовке к сезону Ильи Яблокова и Алексея Ерохова. Илья и Алексей тренируются, готовимся к сезону. Программы, скорее всего, оставим старой и у Ли, и у Лёши. Лёша восстановился всё нормально, сказала Буцаева. Тренер Татьяна Мишина рассказала о подготовке к сезону Евгения Семененко. В апреле двукратный чемпион России повредил голеностоп при попытке исполнить четверной аксель. Готовится, чтобы хорошо подойти к прокатам. Ещё идёт подготовка, уточнение по программам. Всё в порядке, всё идёт своим чередом. А травмой он полностью отошёл, уже не беспокоит. Всё хорошо в этом плане. Конечно, всегда у мужчин конкуренция серьёзная и захватывающая. Расслабляться нельзя, надо быть во всеоружии. Никто не надеется на какие-то помарки соперников, сказала Татьяна Мишина. Тренер Александр Жулин рассказал о нынешней спортивной деятельности Елизаветы Шанаевой. В марте было объявлено, что танцевальный дуэт Шанаева и Павел Дрозд распалась. Шанаева катается, была на сборе, ищем партнёра. Пока о завершении карьеры речи не идёт, сказал Жулин. Елизавета Туктамышева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков. Ранее ИСУ присвоил всем пятерным, кроме акселя, базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена. Либо вы делаете шкалу пятерных с такими баллами, чтобы была мотивация, либо зачем она вообще нужна. Сейчас они сделали так, что она якобы есть, но никакого смысла учить пятерные нет. Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю, неоправданный риск. Видимо, они делают укло на то, чтобы было больше стабильных выступлений, сказала Туктамышева. Елизавета верит, что может вернуться к соревнованиям. Фигуристка приосновила спортивную карьеру осенью 2023 года. Отвечая на вопрос о возможности возобновления карьеры, да, конечно. Если говорить грубо, мои габариты не меняются. Это самая большая проблема при возвращении в спорт. Все возможно, я в это верю. Вчера как раз тройной флип собрала Луц. Есть, понятно, Сальхов и Тулуп сложнее. Я Сальхов в целом не люблю, сказала Туктамышева. Спортивная пара Марии Симонова и Мартин Бреславский распалась. Фигуристы выступали на юниорском уровне. Сейчас Симонова начала совместные тренировки с Петром Алексеенко. Хочу признаться, как бы грустно это не было, наши пути с Мартином разошлись. У меня начинается новая история. Все, что не делается, к лучшему. Каждый нашел себе новую пару, и в сезоне покажем что-то новое. Знакомьтесь, наша пара Петр и Мария, написала Симонова. Александра Шинкаренко перешла к тренеру Анжелике Крыловой из Академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает Реаново Си-Спорт со ссылкой на источник знакомой ситуации. Шинкаренко, выступающая в танцах на льду, тренировалась у Натальи Ленинчук с Валерием Ангелополом. Однако летом их дуэт распался, не приняв участия ни в одном турнире. Ленинчук работает в Академии Евгения Плющенко. Партнером Шинкаренко должен стать Михаил Антонов. Стало известно расписание юниорских контрольных прокатов наступающего сезона 2024-2025. Оно опубликовано на официальном сайте Федерации фигурного катания России. Напомню, прокаты пройдут с 12 по 22 августа в закрытом формате на базе в Новогорске. Камила Валиева зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является деятельность по организации отдыха и развлечений. Наталья Бестемьянова оценила вероятность выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде-2026. У Валиевой есть все, чтобы выступить на Олимпиаде. Просто это очень трудно и психологически, и физически. Она должна проделать огромную работу. Надо спросить у Камилы, есть ли ей смысл участвовать на Олимпиаде. Она сама должна решить, хочет ли такую цель всей жизни. Может, у Камилы другие приоритеты и цели. Никто не знает, как Валиева будет развиваться за это время. Участие на Олимпиаде исключительно ее желание. Камиле надо захотеть, и тогда все получится, сказала Наталья Бестемьянова. Тренер Татьяна Мишина заявила, что не тично обсуждать физическую форму Камилы Валиевой. 22 июля Валиева впервые за полгода выступила в шоу. Посмотрела выступление. Конечно, трудно возвращаться после такого перерыва. Но видно, что эмоционально Камила отлично со всем справляется. С Александром Энбертом у нее удачные выходы. В образ вошла отлично. Что касается прыжков, то на шоу лучше не падать. Проще прыгнуть одинарный аксель и тулуп. Хотя позже она уже двойной аксель сделала. Видно, что спустя такой перерыв Камила рада, что несколько раз повторила этот элемент. Следом ждем тройной тулуп. Думаю, она сделает. Все мероприятия вне спорта, которые у нее были, это не ее конек. Но хорошо, что она была занята. Это помогло ей отбросить негативные мысли. Команда Валиевой поддержала ее морально. А лед стихии Камилы. Думаю, она будет набирать с каждым разом, говорит Мишина. У нее спрашивают. В сети довелось читать негативные комментарии болельщиков о лишнем весе. Насколько правильно так говорить. Разговоры о том, что она набрала вес, неэтичны. Об этом стоит умолчать. Злопухателей всегда хватает. Спортсмены стараются не считать подобное, чтобы не было негатива. Потому что такая злость от людей неприятна. Надеюсь, Камила читает только позитивные новости. Как только Камила придет в рабочий график, она постепенно войдет в свою форму. У нее идет взросление. Поэтому это дело никто не отменял. Она потихоньку набирает физическую форму. Сразу резко ничего не будет. А зрители точно рады видеть Камилу. Хорошо, что ей разрешили выступать в шоу. Проработали этот вопрос со всеми, сказала Татьяна Мишина. Александра Трусова занимается в основной группе Академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает Реаново Си-Спорт со ссылкой на источник. Знакома ситуация. Спортсменка числится в группе, тренерами которой являются сам Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. В этой группе занимаются практически все основные взрослые спортсмены Академии. Трусова не выступала на соревнованиях с 2022 года, но готовится к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Первый канал проводит летний вызов по постановке показательных номеров. Марк Андротюк, Дмитрий Алиев, Анна Фролова, Матвей Ведлугин, Григорий Фёдоров и Елизавета Куликова получили задание поставить себе шоу-программу. Организаторы предоставили 10 вариантов музыкальных композиций от классики до популярной музыки, из которых фигуристы вслепую выбрали себе по одному. На постановку программы отвели два дня. Спортсмены могли обращаться за помощью к тренерским штабам Светланы Соколовской и Евгения Руковицына. После завершения работы фигуристы показали программы зрителям. В каких образах представили фигуристы в своих программах, смотрите в нашем Телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. Арсений Федотов в произвольной программе будет кататься под песню группы Мьюз. Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки программы под композицию «Бабочки и ураганы». Постановщиками являются Этери Тутберидзе и Даниил Грихенгаус. Федотов дважды побеждал на первенстве России среди юниоров. Также стала известна музыка для новой произвольной программы Маргариты Базилюк. Программа поставлена под контату Кармина, Бурана и под сундтрек-фильму «Ангелы и демоны». Постановщики программы Этери Тутберидзе и Даниил Грихенгаус. Также команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки произвольной программы для Алисы Двоеглазовой. Спортсменка выступит под композицией «Эдит Пиаф». Видео постановок программ Арсений Федотова «Маргарите Базилюк и Алисе Двоеглазовой» смотрите в нашем Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал в описании под этим видео. Присоединяйтесь! Спасибо за просмотр! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!